Привет, я Антонио Сентено, основатель канала Real Men Real Style. Сегодня, джентльмены, мы поговорим о девяти факторах, которые влияют на выпадение волос у мужчин. Эта информация основана на исследовании 2013 года, опубликованной в журнале пластической и восстановительной хирургии. Что они обнаружили? Они изучили 92 пары однояйцевых близнецов и обнаружили 9 факторов и вывели 6 способов, как предотвратить выпадение волос. Перед тем, как пойти дальше, я хотел бы уяснить, причинно-следственная связь не всегда работает. Можете почитать комментарии под видео. Уверен, найдете ответы от людей, обладающих компетенцией в этом вопросе. Но суть остается такой, что лучше воспринимать любую информацию с осторожностью, несмотря на то, что этим вопросом занимались ученые. И проделали исследования на близнецах, что позволило уточнить многие вопросы, связанные с генетикой. Но самое главное, друзья, следует понимать, что каждый случай остается уникальным и может потребовать индивидуального подхода. Почитайте статью и само исследование. Я оставлю ссылку под видео. Если вам понравится и вы хотите больше такого материала о том, как использовать науку стиля, чтобы контролировать свой личный образ, тогда вам лучше посмотреть мою систему личного бренда. Я создал эту систему специально для вас. Она состоит из пяти частей. Базовая информация и основная формула. Затем идет план. Он включает в себя тонны информации, статьи и видео, которые никогда не издавались. И все основано на реальных исследованиях или на моем личном опыте и экспериментах. Ссылка на сообщество и также курс, состоящий из трехнедельного интерактивного курса вживую, в который входит все, что я говорил ранее. И в заключении, если вам понадобится коучинг, то он тоже входит в эту систему. Подробности можете узнать по ссылке под видео. Сейчас давайте вернемся к нашей теме девять факторов, которые влияют на выпадение волос. Первый фактор, и я думаю ни для кого не будет сюрпризом, это генетика. Она оказывает огромное влияние на этот процесс. Можете отписаться в комментариях, если у вас в роду по маме или по папе есть мужчины, которые потеряли волосы. То, скорее всего, у вас есть наследственный фактор. Фактор номер два – это возраст. С возрастом выпадение волос становится большой проблемой. Это не было сюрпризом. Без разницы, какой это был близнец. С возрастом они наблюдали процесс облысения. Номер три – дети. У меня есть четыре ребенка. И я думаю, что меня ожидают проблемы, так как чем больше людей у тебя, тем сильнее начинают выпадать волосы. И это имеет смысл. Обычно, чем больше детей, тем больше стресса. Номер четыре – диета. Если вы пьете много кофе, то, вероятнее всего, у вас могут начать выпадать волосы. Если вы налегаете на алкоголь больше чем четыре порции в день, тогда у вас могут начать выпадать волосы. И вот что интересно. Если вы воздерживаетесь от алкоголя, вы также имеете шанс начать терять волосы. Об этом чуть позже. Теперь, господа, поговорим о курении. Это фактор номер пять. Да, друзья, если вы курите, то ваши шансы облысеть повышаются значительно. Бросайте курить. Кожаные заболевания. Если вы когда-либо страдали от таких, то это тоже оказывает эффект на повышение риска потерять волосы. Номер семь. Это одежда. И вот тут становится куда интересней. Потому что все, что я говорил до сих пор, черт возьми, ребята, я не перестану пить свой утренний кофе. Но многие из нас могли слышать, что ношение шляпы может образовать залысину. Но это не совсем так. Что они обнаружили, так это то, что ношение шляпы, наоборот, может оказать эффект сохранения волосяного покрова, так как защищает голову от солнца. Так что, если ты хочешь сохранить свои волосы, подумай над тем, чтобы начать носить шляпу. Я не говорю о простой кепке. Мне очень нравятся панамы от солнца. Особенно мне нравится надевать такие соломенные шляпы, когда я путешествую куда-нибудь на юг. Она защищает меня от солнца и не дает перегреваться голове. И, как оказывается, уменьшает выпадение волос на макушке. Фактор номер восемь. Это стресс. Мы уже упоминали это в факторе про детей. Но если вы можете уменьшить количество стресса, тогда вы, скорее всего, сохраните волосы на голове. Фактор номер девять. Гормоны. Чем выше уровень тестостерона, тем выше шанс, что волосы не начнут выпадать. Как поднять уровень тестостерона, ссылки на более детальную информацию вы найдете в моей статье. Есть множество добавок и витаминов, которые вы можете принимать. Но такие простые вещи, как тренироваться или есть мясо, и другие вещи, которые необходимо делать мужчине. Я знаю, что среди вас могут быть вегетарианцы. Так что есть множество других ингредиентов, которые можно добавить в свою диету, чтобы повысить уровень тестостерона. Главное, старайтесь проследить за тем, чтобы все соответствовало норме. Давайте поговорим о шести шагах, которые вы можете делать, чтобы предотвратить выпадение волос. Номер один, уменьшайте стресс. Номер два, сократите потребление кофеина. Номер три, бросайте курить. Номер четыре, пейте в меру. Это действительно интересно. Если вы не пьете совсем, или пьете больше, чем четыре порции в день, тогда волосы могут начать выпадать. Но если вы пьете алкоголь в меру, то есть между одной и четырьмя порциями, например, бокал вина за ужином, это не оказывало эффекта и уменьшало вероятность выпадения волос. Номер пять. Носите шляпу, возьмите себе за привычку. Это не должна быть кепка. Можете попробовать гаучо, панаму или хомбург, чтобы прикрыть вашу голову. И номер шесть. Повышайте ваш уровень тестостерона. Как я уже говорил, я оставлю ссылку на статью, где вы найдете больше деталей на эту тему. Или, может, я сниму целое видео на эту тему. Что ж, это все. Дайте мне знать, как вам это видео. Узнали ли вы что-нибудь новое для себя? И что вы думаете об этой теме со шляпами? Слышали ли вы когда-нибудь слухи о том, что шляпы провоцируют облысение? Мне было бы приятно слышать об этом в комментариях. И если вы хотите больше информации, вы знаете, куда обратиться. Не только на сайт Real Men Real Style, где есть тонны бесплатных статей. Если вы хотите больше взаимодействия, тогда заходите на мою систему личного образа. Берегите себя. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok